Здравствуйте дорогие друзья! С вами Анатолий Пиксайев и в этом видеоуроке я покажу вам как сделать вот такую веселую новогоднюю змею. Сейчас я вам подробно покажу как ее сделать. Друзья, изготовление нашей змеи мы начнем с подготовки каркаса. Для каркаса я использую алюминиевый кабель АВГ-4х25, точнее одну жилу от этого кабеля. Я в данном случае взял 3,5 метра, длину проволоки можно взять подлиннее, допустим 4 метра. Если вы будете делать из 9 дюймов, более объемную змею, то там наверно метров 5 вам понадобится. Так как я делаю из 5 дюймовых шаров, то мне соответственно вот этой длины достаточно. Итак, изгибаем ее в виде спирали, то есть как у нас змея будет завиваться и подниматься будет в голове. Изогнули таким образом. Далее на концах нам нужно сделать фетли с помощью плоскогубцев. То есть вот таким образом просто берем и загибаем. Загибаем таким образом, чтобы не было острых краев. Если будут острые края, то нужно обмотать скотчем, либо латексом. Посмотрите какая получилась петелька на конце. Она нужна для того, чтобы крайние четверки, пятерки, вернее мы будем из пятерок плести, не слетая у нас с каркаса. Далее с двух сторон мы это сделаем и и затем нам нужно будет подготовить вот такие кластеры пятерки. Они у нас будут трех видов. Вот такая пятерка, то есть два черных, два оранжевых и один телесный шар. Далее вот такая пятерочка. Один черный, два оранжевых и два телесных шара. Телесный цвет у нас будет на брюшке нашей змеи. Черный это будет у нас спинка. И еще один вид пятерочек, которые у нас будут, это два телесных, два черных и один оранжевый шар. Сейчас на своих экранах вы увидите схему, схему рисунка. По этой схеме мы и будем плести. То есть можете ее себе перерисовать, либо поставить на паузу и внимательно посмотреть, какие нужны будут шары. Вот такими пятерками мы будем заплетать примерно два с половиной метра. Вот такого размера они у нас будут. Если это дело калибровать насосом ручным, то в каждый шар я вдувал по два качка. То есть вот таким образом. Раз, два. И с помощью насоса мы можем откалибровать. После того, как мы заплетем два с половиной метра, далее у нас шары будут уменьшаться. Сначала будет на полтора качка шары и до половины. Можете для удобства маркером сделать отметку на половине хода насоса, чтобы было вам удобнее калибровать. И далее под самый конец у нас уже сначала по одному качку шары размером вот таким. И в самом конце будут еще меньше. То есть там уже на глаз мы будем делать. Для того, чтобы хвост нашей змеи сужался к концу. Готовим такие пятерки и начинаем оплетать наш каркас. Оплетать мы начнем с больших пятерок от той части, где будет голова. Первой я буду крепить пятерку, где будет два черных, два оранжевых и один телесный шар. Вот такая. Далее пойдет у меня пятерка, где будет один черный, два оранжевых и два телесных шара. Далее пойдет у меня с одним оранжевым, два черных, два телесных. Далее пойдет у меня. Посмотрите какой у меня получается рисунок, то есть на спине у нас получаются вот такие ромбики из черного ромбик и в середине оранжевый, а если смотреть сбоку, то оранжевый у нас идет вот таким зигзагом И если смотреть на брюшко, то оно у нас идет 2-1, 2-1, 2-1 телесное И таким образом оплетаем весь каркас, вернее сначала заплетаем 2,5 метра, затем делаем пятерки меньшего размера и постепенно к хвосту движемся, уменьшая так, чтобы хвост у нас сошелся практически на нет Итак, вот я оплевал весь каркас, посмотрите что у нас получилось Вот такая спина ромбиками Вот так выглядит живот, то есть у нас светлого цвета И сейчас мы переходим к изготовлению головы Наверное самый сложный этап Нам нужно будет сделать вот такую вот мордашку И сейчас я вам покажу как ее сделать на примере прозрачного шара, чтобы вам было понятнее Итак, берем 12-дюймовый шар, для змей нам понадобится телесного цвета, сейчас я вам буду показывать на прозрачном Раздули, чтобы растянуть его Далее Берем 260-ю шедленку и погружаем ее Внутрь 12-дюймового шара, складываем вдвое вот таким образом, чтобы хвостики горловины остались снаружи Вот что получилось Вот что получилось Удараем Слегка разбавляем 12-дюймовый шар, затем вставляем насос в горловину ШДМ Так Удерживаем, чтобы не спуска у нас шар Так и Переезжаем Накачиваем на 3 ШДМ Т.е. вот такое кольцо внутри должно получиться Далее завязываем шар для моделирования Далее 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 Суперки тоже Вытянем Далее 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 Завяжем на узе Чтобы потом нам не мешалось все это дело внутри и сейчас у меня внутри шара от шдм без лишних хвостиков далее внутри этого шара нам нужно будет надуть 2 5 дюймовых шарика размером примерно на 3 дюйма делать будем это точно так же сначала затем погружаем пятерочку вот такого размера нам понадобится завязываем хвостик лишним отрезаем вот 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 Так, погружаем. Делаем вторую петельку и то же самое делаем. Смотрим, чтобы одинаковые размеры у нас были. Так, вот сейчас у меня внутри два 5-дюймовых шарика и шудемка. Теперь берем 9-дюймовый шар и также погружаем его внутрь. Делаем 2-дюймовые шар и шар и шар и шар. Так, раздуваем вот до такого примерно размера. Теперь задача наша состоит в том, чтобы спустить воздух из внешнего шара и правильно распределить внутренние шары. Две пятерочки, они будут придавать рельеф ноздрей. То есть вот таким образом они примерно должны быть расположены внутри шара. Когда вы будете работать с непрозрачным шаром, то вы можете смотреть на свет, чтобы вам видеть, какого размера внутри шары. То есть на окно, либо на лампочку. Смотрите и надуваете нужного размера шары. Далее спускаем внешний шар. Вот что у нас получается. Если взять шар непрозрачный, то это будет выглядеть вот так. Прозрачный я взял для того, чтобы вы видели, как расположены шары внутри. Далее, прежде чем завязать внешний шар, мы его слегка поддуем, чтобы остался рельеф, но не было таких сильных провалов. Вот так этого будет достаточно. И далее можем завязывать шар. Все, то есть мордашка у нас готова. Теперь из самоклеящейся пленки Аракала можно сделать ноздри вот такого формы. Если нет пленки, можете просто нарисовать черным маркером. И так же из самоклеящейся пленки я сделал вот такой язычок. Далее берем два пятю дюймовых белых шара. Из них мы сделаем глаза. Накачиваем по три качка насосом. Делаем каждый. То есть вот такие будут у нас такого размера глаза. Связываем. Далее будем мы нашей змеи одевать вот такой колпачок. Такой тряпичный колпачок новогодний. И для того, чтобы он держался, нам нужно внутренне одуть шар. То есть беру девяти дюймовый шар белого цвета и набываю его внутри колпачка, можно сказать. То есть он небольшим, слишком ниже, только чтобы держал колпачок. Вот такого размера будет нормально. Далее глаза можно связать с этой частью. Затем берем вот эту нашу мордашку. Берем наше тело змеи. И к свободному хвостику на последнем четвертом подвязываем мордашку. Далее берем вот эти три шара связанных. Вот что у нас получилось. Затем с помощью также черной самоклеящейся пленки либо с помощью черного маркера делаем зрачки. Вот. Так, зрачки у нас готовы. Далее нам осталось одеть только колпачок на нашу змею. Походим в каркас, так как нам нужно придать нижние формы. Еще с помощью красного маркера я вот здесь зарисую рот. Вот. И на этом можно считать, что наша змея готова. Сейчас я вам подниму повыше, чтобы вам было ее видно по максимуму. И еще раз продемонстрирую. То есть, вот так у нас брюшка выглядит. Такая черно-оранжевая спинка. Ну, поближе покажу мордашку. Если каркас у вас достаточно мягкий и плохо держит вот такую форму, то вы можете сделать дополнительный упор. То есть, ну, примерно вот в этом месте и к хвосту сделать дополнительную строчку. Либо, если есть возможность, лесочкой подвязать за потолок. На этом мы с вами прощаемся. Счастливого Нового Года. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА